Привет всем на канале Нотик! Сегодня мы с вами распаковываем ноутбук MSI Alpha 15 И кто-то может сказать, что вообще-то когда-то у нас был уже обзор на ноутбук который назывался MSI Alpha 15 И он будет совершенно прав потому что такой ноутбук у нас действительно был, но это было года два так назад или год, или два, в общем это был совсем другой ноутбук с предыдущим поколением железа и там вообще-то были недостаточки, это был не самый лучший ноутбук на рынке а это его новая итерация они говорят, что все переделали, все совсем по-другому и мы будем жить теперь по-новому и все будет просто вах как здорово собственно это MSI Alpha 15 в которой есть такая приставка, которая называется Advantage Edition она означает, что этот ноутбук полностью на платформе AMD то есть здесь процессор ну в нашем случае Core i7 5800H это восьмиядерный процессор и видеокарточка здесь такая которую мы еще с вами ни разу не видели не тестировали, это RX 6600M Radeon соответственно и вот такой вот у нас ноутбук здесь пленочка сверху ну я ее на самом деле наверное сдирать не буду и так всем я думаю понятно, что здесь такая матовая текстура которая вроде бы что-то не так уж и сильно должна собирать отпечатки пальцев, потому что она такая ну не совсем прям глянцевая и в общем с ней все хорошо здесь вот у нас нарисована птица это на самом деле не феникс многие думают, что это феникс но на моделях с AMD нарисована птица, которая называется Thunderbird и нет, это не громовержец из Horizon Zero Dawn как я тоже так думал эта птица, она какая-то в общем это из греческой мифологии птица загуглите, там интересная история в общем из греческих миф но я не помню в чем там прикол разворачивается на 180 градусов у нас весь корпус петли петли кстати еще-то MSI как-то одно время делали крутые петли вернулись теперь опять к старым и теме что вот этот вот место стыка оно всегда меня смущает не обломится ли у вас вот тут петля так что вот так вот а дом не делайте так могу делать только я, потому что ноутбук не мой если он сейчас ломается, мне ничего не будет ну может немножко пожурят в общем петли называют немножко опасения, но зато на 180 градусов он раскладывается крышка кстати из алюминия и это единственная алюминиевая деталь во всем корпусе весь корпус сделан из пластика не могу сказать что держа его в руках ощущается какой-то дорогой продукт то есть такой ну вот пластик как бы так сказать вот обычный очень обычный пластик ничего особенного кондовенький но зато 8 ядер Radeon RX 6600M что очень интересно будет протестировать вот кстати видите даже на столе как-то не очень ровно стоит чуть-чуть у него вот эта ножка немножко перекошена наверное неровный корпус короче кнопка включения на самой клавиатуре подсветочка здесь есть ну кнопочки кстати удобные вполне нормально с этим всем тачпад тоже так не очень понятно тут болтается весь корпус или сам тачпад но я думаю вообще в 9 поняли корпус такой относительно бюджетного уровня а начинка вроде неплохая ну опять таки птица забавная все это дело мы естественно будем тестировать с нижней стороны смотрите как светятся эти теплотрубки здесь куча теплотрубы должно быть посмотрим как с охлаждением что примечательно здесь два вентилятора выхлоп два назад и всего один в бок и это моя вот эта видеокарта то есть она охлаждается в две стороны на два радиатора а вот процессор то у нас всего на один радиатор будет вот сюда уходить посмотрим будет ли он троттлиться и будет ли он сбрасывать частотки и адаптер питания последнее что глянем потому что никому не интересно что за книжки их тут много я уверен ничего интересного там особо нету опа адаптер питания ух ты кстати очень маленький ну 220 шнур понятно все а вот это смотрите какой он маленький как повербанк на примерно 15 тысяч миллиампер часа или даже на 10 у меня был такой такой очень легенький маленький адаптер питания несмотря на восьмиядерный процесс в общем то неплохую видеокарту адаптер питания здесь на 180 ватт кстати для 180 ватт он реально прям очень такой миниатюрный клевый вот такой вот ноутбук который мы естественно протестируем и о котором расскажем вам так что как говорится не торопитесь покупать и дождитесь нашего обзора спасибо всем за внимание до новых встреч и всем пока кстати еще можете подписаться на наш инстаграм там много бывает всякого прикольного счастливо пластиковая крышка сейчас все сделаем надо же ознакомиться хотя бы с характеристиками товара перед тем как коробку вскрыть а то будет как гашан на предыдущей распаковке который корай 5 райзеном назвал не сожрали там в комментариях то есть здесь процессор ну в нашем случае корай 7 и ну и и и и и и и